Здравствуйте! На ваших экранах программа «Калейдоскоп». В ближайшие 15 минут мы расскажем вам о том, что заинтересовало нас на минувшей неделе. Надеемся, вам не будет скучно. В наших выпусках мы не раз рассказывали вам о куклах. Ездили в гости к коллекционерам, к тем, кто их создает. Бывали в кукольном театре, где куклы являются артистами. И сегодня мы вновь отправляемся в гости к куклам, у которых теперь в Рязани появился свой дом. Во многих городах нашей страны и зарубежья уже давно созданы музеи кукол, которые привлекают ежегодно миллионы туристов. Ведь кукла – это не просто красивая игрушка. Потому как она менялась, со временем можно отследить вехи истории развития общества, понять, чем интересовались и чему учили своих детей несколько столетий или десятилетий назад. Ну а сегодня авторская кукла – это целое искусство, которым увлекаются тысячи профессионалов и любителей. Долгое время Рязань не входила в число городов, в которых можно было посетить музей кукол. Но вот в июле прошлого года у игрушек ручной работы и в нашем городе появился дом. И все благодаря Людмиле Селицкой, которая вдруг решила, что такая творческая галерея просто необходима городу. Во многих городах России и за рубежом такие заведения присутствуют. У нас город с замечательными традициями. Такого музея нет. Поэтому я подумала, почему бы нет и почему не объединить тех людей, которых я знаю, у которых я учусь. И почему не научить тех детей, которые сейчас подрастают, видеть, в общем-то, больше красоту и изящество. Я ничего не хочу сказать про плохого, про промышленность, которая существует в нашей стране и за рубежом. Но Монстр Хай и Человеки-пауки – это… Мне больше нравятся розовые феи. Интерес Людмилы к куклам не ограничивается их созерцанием и коллекционированием. Она сама их создает. Увлеклась она этим видом творчества благодаря вот этой корове, которая была сделана специально для Людмилы ко дню ее рождения. И когда я ее увидела и рассмотрела, и я поняла, что это можно делать своими руками, я просто-напросто этим заболела. Но болезнь, она точилась, она жила в душе. А проявилась уже тогда, когда появилось больше свободного времени, когда дети выросли, когда появились внуки, когда в магазинах появились Монстр Хайи. Очень хотелось чего-то доброго того, что есть в нашем детстве. И захотелось передать внукам вот то, что имели сами в детстве. Первую куклу Людмила сделала к рождению внучки. Со временем ее мастерство росло и совершенствовалось. И сегодня некоторые кукольные жители творческой галереи «Для тебя» сделаны руками Людмилы. Например, вот эти две куклы, на создание которых мастерицу подтолкнули рассказы о Непале. У меня муж дважды был на Эвересте, и когда он оттуда возвращался, конечно, эмоции переполняют. Он много рассказывает, много фотографий привозит с собой. И вот как бы по тем рассказам родились вот эти вот две такие как бы каменные. Он и она. Действительно как бы каменные, а на самом деле они сделаны из ткани. Так же, как и вот эта Елена Прекрасная. Людмила старается в своих работах пробовать различные техники, поэтому и куклы настолько разноплановы. А своим дебютом в кукленном искусстве мастерица считает вот этого маэстро, сделанного из капрона. У него будет здесь еще скрипка, будут необыкновенные такие туфельки, он сейчас еще не доделан. Вот. Ну, в общем-то, это такой маэстро. Всю одежду и аксессуары для своих кукол Людмила тоже делает своими руками. Задумок у мастерицы еще много, но следующая цель в кукольном мастерстве уже поставлена. Мне бы очень хотелось научиться делать настоящие портретные куклы, которые передают, вот как художник рисует портрет. Точно так же есть мастерицы у нас в Рязани, и они выставляются здесь в галерее с портретными куклами. Мне бы очень хотелось научиться делать такую портретную куклу. И, как ни странно, мне бы хотелось сделать портрет мужа в кукле, вот, чтобы как-то нас подольше дети помнили и внуки. Сегодня в галерее Людмила не только показывает свои работы и работы рязанских мастериц, но и учит искусству создания кукол, устраивая мастер-классы для всех желающих. Когда открыла галерея в июле прошлого года, мы впервые здесь открыли двери, места было много свободного, кукол было мало, люди приходили, видели, ой, надо же, у вас здесь, а этому можно научиться? Можно. И люди приходили разновозрастные. И я поняла, что те женщины и мужчины, которым немножко за, и есть время свободное, а вот куда себя занять? Вроде как-то кто-то знает, кто-то не знает, кто-то хочет еще чему-то научиться. И мы подумали, что это возможно. И почему не поделиться тем, что я умею? Но я же учусь у кого-то, почему мне не научить кого-то? В этой кукольной галереи можно бесконечно долго любоваться самыми разнообразными авторскими игрушками, можно чему-то научиться самому, а можно найти здесь игрушечного друга на всю жизнь. Ведь сюда попадают только избранные куклы, способные вызвать исключительно положительные эмоции. Наверное, это все равно, как выбрать спутник по жизни. Вот когда ты увидел человека, посмотрел ему в глаза, пробежала искра, он тебе запал в сердце, тебе хочется с ним быть рядом, тебе хочется с ним дружить, любить, ну и остаться там на всю жизнь или не на всю жизнь, это уже там как время покажет, да? Точно так же и с куклой. Если я вижу, что эта кукла, этот образ несет добро, и мне с ней легко, значит, я с ней смогу жить. Авторская кукла может стать не только другом для вас или вашего ребенка, но и прекрасным украшением интерьера. А сюда можно приходить просто для того, чтобы прикоснуться к сказочному миру добрых волшебниц, плюшевых медведей и даже реальных исторических персонажей. На сегодняшний день практически во всех школах существуют так называемые школьные музеи, и посвящены они чаще всего каким-то выдающимся личностям. Например, во второй гимназии есть музей имени Константина Симонова. Годы детства, школьные годы Константин Симонов провел в Рязани. Это не случайный музей. В гимназии номер два гордятся тем, что известный писатель-прозаик, поэт, публицист, историк когда-то ходил по этим школьным коридорам. Константин Симонов учился в нашей гимназии два года. Это был тот период, когда его отчим Алексей Иванишев был переведен на территорию Рязанского Кремля. Там была войсковая часть, и он там служил. Вот эти два года, они остались в памяти Константина, и даже несколько стихотворений он посвятил этому рязанскому периоду. Одно из них – «13 лет кино в Рязани». Несмотря на то, что в школьной программе произведениям Симонова уделяется совсем мало места, во второй гимназии делают все, чтобы школьники максимально знакомились с творчеством писателя. Произведения Симонова, вернее, на его произведениях, на его лирике, на стихотворениях мы воспитываем патриота. Это, прежде всего, любовь к родине. И это знаменитое стихотворение, касаясь трех великих океанов и целый ряд других стихотворений. И, прежде всего, конечно, это воспитание патриотизма. Пожалуй, одно из самых известных стихотворений Симонова «Жди меня» посвящено любимой поэте Валентине Серовой. Он написал эти строки летом 1941 года, и стихотворение, облетев всю линию фронта, стало и гимном, и молитвой русских солдат. А теперь школьники посвящают стихи самому поэту. Стихотворение нашей выпускницы Катюшаковой. Как струны натянуты нервы, чуть тронь, зазвенят голоса. Нет здесь последних, все первые. Фронтовая здесь полоса. В школьном музее готовится к большому празднику. В ноябре Константину Симонову исполнится 100 лет. В нашем музее есть памятные фотографии, которые напоминают нам о встрече учеников и учителей нашей школы, тогда еще средней школы номер 2 имени Крупской, о встрече со знаменитым писателем. На праздничные мероприятия приглашена и наша съемочная группа. Что ж, осталось дождаться осени. Считается, что лучшим напитком, утоляющим жажду в летний зной, является чай. Интересно, что именно с чаепитием в различных странах связано множество традиций и ритуалов, о которых мы расскажем в следующем сюжете. Русские застолья с самоваром и баранками, традиционное английское чаепитие. Но сегодня мы более подробно расскажем о китайской чайной церемонии. И благодаря Институту Конфуция Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина даже побываем на ней. В Китае к чаю относятся с великим уважением и считают напиток не только необходимой частью повседневного рациона питания, но и обязательным атрибутом праздничных мероприятий. А чайная церемония, история которой насчитывает несколько сотен лет, остается популярной и сегодня. Об этом нам рассказала волонтер Института Конфуция, приехавшая к нам из Китая. В Китае очень любят пить чай, поэтому чайные церемонии проходят там очень часто, не только по праздникам. И с давних времен именно чайная церемония считается одной из самых важных и древних глубоких традиций Китая. Сама Фань Шинань обучилась всем премудростям проведения чайной церемонии в 13 лет. И на сегодня она станет нашим гидом по этому древнему ритуалу. Сначала она знакомит с набором для чайной церемонии. Он состоит из множества предметов. Чайный поднос, чайник, сосуд для охлаждения чая. Причем у каждого предмета есть свое китайское название, которое людям, не знающим языка, выговорить довольно сложно. Чайная ложечка. Чайная ложечка. Используется для того, чтобы насыпать чай из банки в чашки. Чайные щипцы. Также в набор для чайной церемонии входят два типа чашек. Высокие и узкие используются для наслаждения ароматом чая. А из широких чашек непосредственно пьют чай. Сама чайная церемония представляет собой набор последовательных действий, не меняющийся на протяжении нескольких столетий. По сути, все то же самое делаем и мы при заваривании чая. Ну, например, первый раз сливаем кипяток из чайника, чтобы повысить его температуру. Но в китайской чайной церемонии горячей водой омываются еще и чашечки. Ну, а следующий этап – это первое заваривание чая. Сегодня мы будем использовать один из самых известных сортов чая улун – тьегуанин. Этот чай имеет густой золотистый оттенок. Первую заливку используют для того, чтобы смыть чайную пыль с заварки и обдать кипятком узкие высокие чашечки. А вот второе заваривание делается непосредственно для чаепития. Наполняем чайник гунтаопей. Это движение символизирует феникса, который проявляет уважение к окружающим. Из этого сосуда чай разливается в высокие чашки, которые тут же накрываются широкими. Эта конструкция переворачивается и передается участникам чаепития. Приподняв высокую чашку, ее подносят к носу и медленно вдыхают чайный аромат. И только после этого пьют напиток, наблюдая за своими ощущениями. Чай нужно пить тремя глотками. Первый глоток смачивает горло. Второй оставляет восприятие запаха. И третий позволяет ощутить вкус. Трех глотков оказывается недостаточно, чтобы в полной мере насладиться чаем. А получился он невероятно вкусным. То ли сорт такой, то ли чайная церемония превращает этот, казалось бы, повседневный напиток в настоящий нектар. По китайским традициям чаепитие должно проходить неспешно и может занимать несколько часов. Но за неимением времени для нас на сегодня чайная церемония окончена. И неизвестно, когда в следующий раз нам посчастливится окунуться в эту чарующую атмосферу древнего таинства. На этом подходит к концу наш сегодняшний выпуск. И увидимся мы с вами теперь только через месяц. Дело в том, что наша программа уходит в отпуск. Мы желаем вам отличного отдыха и радостного лета. Редактор субтитров А.Семкин